Зарплата вырастет. Соглашение об этом подписали сегодня в Крае. Кого и на сколько коснется увеличение? Два семейных МФЦ появилось в регионе. Чем они отличаются от привычных центров? Тысячи оригинальных изделий и ручной работы. На Алтае прошла масштабная выставка ремесленников. Уголовное дело возбуждено по Заринскому кафе, где 15 человек получили ожоги лица и слизистых. Все они сейчас находятся в местной больнице, среди них и четверо подростков. Как выяснил Следственный комитет Края, люди пострадали от кварцевой лампы, которая работала в банкетном зале. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Сейчас следователи допрашивают пострадавших и работников заведения, а также изымают документацию, устанавливают и другие обстоятельства случившегося. Темпы роста средней зарплаты в крае должны увеличиться в следующем году. Соответствующее соглашение подписали сегодня Алтайский союз профсоюзов, краевые объединения работодателей и правительство региона. Завизированы два документа. Один о темпах роста средней зарплаты в регионе в 2024 году, другой об изменениях, касающихся минимального размера заработной платы. Например, последние два года мы замечаем, что по темпу роста, конечно же, заработной платы мы впереди планеты всей. Но даже за 9 месяцев, если взять этого года, то Россия 113,2, Сибирский федеральный область 114,8, а у нас 118,3. После церемонии подписания представители сторон обсудили необходимость выделения дополнительных средств для предприятий, в частности, на проведение диспансеризации работников, организацию культурно-массовых мероприятий, санаторно-курортного лечения, а также участие предприятий в организации летнего детского отдыха. Мы взяли на себя серьезные обязательства, все стороны социального партнерства. И я поддерживаю выступавших и Виктора Алексеевича, и Ивана Евгеньевича с тем, что надо обеспечить, конечно, эффективное и качественное исполнение этих обязательств. Для чего нужна и организация, и контроль, и необходимая координация. Первые морозы пройдены успешно. В теплосетевом комплексе Сибирской генерирующей компании на территории Алтайского края не произошло ни одной аварии во время ноябрьских затяжных морозов. Немаловажная причина этому – состояние комплекса, которое улучшается с каждым годом. В компании рассказали, с какими показателями заканчивает 2023 и что планируют в 2024. Больше недели максимальных нагрузок. Во время сильных морозов системы теплоснабжения Алтайского края работали на полную мощность. Аварий не было. Тем не менее, жители жаловались на прохладу в домах, признают в СГК. Но причина, заверяют специалисты, далеко не всегда в работе с сетевой компанией. Половина, можно смело сказать, была связана с тем, что либо не промыты системы, либо было вмешательство в конструкцию внутридомовых систем, замена радиаторов, трубопроводов, переходы на пластиковые трубы. За последние годы в СГК отмечают приятную тенденцию. Если в 2020-м произошло 128 аварий, в 2023-м на треть меньше – 94. И они сопровождались отключением ресурса не более чем на 6 часов. В текущем году в теплоснабжение края вложили 8,5 миллиардов рублей. В 2022-м и 2023-м годах поменяли 34 километра или 58% наиболее критичных аварийных участков теплосетей. В следующем году бюджет ремонтной инвестиционной программы на теплосетях составит 3,5 миллиарда рублей. В СГК назвали самые крупные участки ремонтных работ. Два участка по северо-западной, проспект Космонавтов. Запланировано перекладкой по истинной пересечению проспекта Ленина улицы Партизанской. Ну и большая работа предстоит по переходу через проспект Краснодарский в районе улицы Песчаной. В этом году СГК провела реконструкцию семи локальных котельных. Пять угольных теплоисточников переведены на природный газ, и еще на двух заменено изношенное оборудование на современное газовое. В компании отмечают, что в Барнауле завершается основной инвестцикл по замене теплосети, начавшейся в 2019-м. На ремонт теплостанции в следующем году заложили 2 млрд 850 млн рублей. Он затронет 28 котлов, 15 генераторов и столько же турбоагрегатов. В основном будут менять поверхности нагрева, а главными объектами станут следующие. На ТЭЦ-2 водяной экономайзер первой ступени, на ТЭЦ-3, на котле 4 ТЭЦ-3 и в Бийске котел 14. Также в компании подчеркнули, что из 50 км сетей без изоляции в Барнауле половину заизолируют в уходящем году. А к будущим морозам устранят дефекты, выявленные первыми холодами, и организуют дополнительные каналы для приема сообщений от потребителей для более быстрого реагирования. Анастасия Дороган, День с толком. Два семейных многофункциональных центра появились в крае. Один в Камни-на-Аби, другой в Барнауле. В отличие от давно действующих учреждений подобного типа, в новых будут не только принимать и обрабатывать документы, но и помогать алтайским семьям в решении проблем. Специалисты даже могут выехать на дом. Тему продолжит Данил Кузнецов. На такой позитивной ноте в Барнауле открыли первое в городе семейное МФЦ. Несколько дней назад подобное учреждение появилось в Камни-на-Аби. Принцип работы новых многофункциональных центров отличается от тех, что действуют уже несколько лет. Специалист на первичном приеме, то есть он выясняет потребности семьи, то есть что их беспокоит в данный момент, да. И далее составляется как карта такая, да, грубо говоря, где вот прописано, допустим, чтобы тот вопрос решить, то есть это можно вот в том-то месте, в том-то, в том-то, в том-то. Но суть в том, что мы не бросаем семьи ни в коем случае. Обратиться в центр в праве семьи, находящейся в трудном положении, воспитывающей детей инвалидов или семьи участников СВО. Здесь должны подсказать и как зачислить ребенка в садик и проконсультировать по юридическим вопросам. Есть в центре и специалисты раннего вмешательства, психолог, логопед и инструктор ФК. То есть мы работаем на развитие ребенка в комплексе, то есть не только речь, но и в принципе для всего. То есть мы начинаем с мелкой моторики, с двигательной активности, общеразвивающие занятия, то есть плюс у нас бывают, приходят дети, которым требуется занятие с ЛФК, с массаж, то это все услуги, которые мы им оказываем. Услуги бесплатные, потому пользуются большой популярностью. В Барнаульский комплексный центр обслуживания населения, на базе которого основан МФЦ, в этом году поступило примерно 10 тысяч обращений, связанных с семьей. Я привела двоих детей, с ними позанимались в одно время, это очень удобно, и каждый педагог находит индивидуальный подход к ребенку. На данный момент к логопеду старшая дочь ходит, и прогресс видим, ходим мы уже полгода. Для сложных случаев есть мобильная бригада, которая может приехать для оказания помощи. Обращения в зависимости от ситуации будут принимать не только от самих семей, но и от соседей. К примеру, если ячейка общества неблагополучная, и в ней страдает ребенок. Отметим, на открытие двух центров выделили около 16 миллионов рублей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Жизнь Егора Усольцева, который осенью спас двух тонущих детей, мало изменилась после героического поступка. Накануне Нового года с Егором встретился депутат Государственной думы Александр Прокопьев, чтобы вручить смелому ребенку подарок-сюрприз. Что получил мальчик, расскажем далее. Ты настоящий герой. Как ты сейчас поклонников прибавилась, друзей прибавилась, скажи мне. Друзей не прибавилась, а поклонников, да. Я твой друг. Друзей у мальчика и правда стало больше. Егора знают в Краевом МЧС, Залесовской администрации, а теперь он лично знаком с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Мальчик стал знаменитым после своего героического поступка, когда в октябре в одиночку вытащил из воды двух тонущих детей. Я на колесо встал, а девочка там была. Я ее за руку потянул и вытащил. Мальчик просто не с головой плыл. Как ты его выхватил? Вот за плечо так тут потянул. Он без сознания был. Я знал, что он сильно нахлебался воды. Егору 9 лет, он еще не знаком с основами безопасности жизни, но когда малыши упали в воду, он бросился их спасать. И все сделал правильно. Это история, самое важное событие года для Егора и спасенных им детей. Мальчик до сих пор искренне удивляется большому вниманию к себе и скромно принимает благодарности. Накануне Нового года Александр Прокопьев вручил ребенку за смелость полезный подарок – ноутбук. Я хочу. Что в коробке ни мальчик, ни его мама не догадывались. Это был настоящий сюрприз. Спасибо тебе за свой поступок. Депутат встретился с мальчиком в Центре дополнительного образования «Айти Куб». Это была вторая часть подарка. Отсюда может начаться путь ребенка в программировании. По просьбе депутата Егор познакомился с возможностями «Айти Куба» и даже начал осваивать одну из программ. Он довольно быстро повторял за преподавателем и признался, что хотел бы стать программистом. Ну, скорее сделаю свою, может быть, игру. Смогу. А что? Ну, это я уже не знаю, когда будет. Конки хочу сделать. Новый ноутбук Егор будет использовать для образования и развития. С таким подарком он сможет быстрее шагать в сторону своей мечты. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Тысячи оригинальных изделий ручной работы, выполненных в разной ремесленной технике, смогли оценить жители края в минувшие выходные. В Барнауле прошла краевая выставка «Ладья. Зимняя сказка-2023». Чем особенно удивила ярмарка и как она может помочь алтайским мастеровым, узнаем в сюжете. Сотни уникальных работ и ни одной копии. Каждое изделие хранит на себе след творца. Юлия – керамист, создает работы из глины, плавит свечи. С любовью подходит к росписи сувениров. Этнические мотивы сочетает с авторской выдумкой. Ну, вот керамика – это про терпение и такой прям труд, потому что это лепится и сушится для каждого изделия. Ну, не для каждого, но, в общем, своя масса нужна. Потому что для плоского одна, для посуды, может быть, немножко другая, для украшений тоже третья. Потом все это обжигаешь, и каждый обжиг – это какое-то напряжение нервное. Потому что открываешь печь, там, может быть, просто все взорвалось. А иногда все замечательно. То есть такой бог огня, он такой суровый. Ремесленный труд – многовековая история. И культурный код мастеровых навыков передается из поколения в поколение. Но многие современники совершенно не умеют работать руками. Задача ярмарки – как раз оказать поддержку тем людям, которые не утратили практических умений, а наоборот их развивают и привлекают к ним внимание. Программа, которую я назвала «Региональной поддержкой предпринимательства», там есть мероприятие по государственной поддержке, это финансовая поддержка, где участвуют наши предприниматели, которые работают в этой сфере. Надо сказать, это направление, оно как бы является приоритетом. На краевой ярмарке представлены разноплановые изделия 25 алтайских мастеров. Большая часть из них в начале месяца покоряла Москву. Жители столицы высоко оценили сувениры наших ремесленников. Общая выручка с продаж составила 2,5 миллиона рублей. Стремится к развитию и начинающий предприниматель Максим, который свой бизнес открыл два года назад. Обработка ведется с максимальной геометрической точностью, поэтому достигается такой эффект упорядоченного хаоса. То есть хаотичная древесина, она уникальная. Каждая ветка, каждая палка, у нее свой рисунок, свое направление. И когда эти хаотичные формы укладываешь в правильные идеальные геометрические формы, то есть получается сочетание симбиоза хаоса и порядочности. На одну фигуру, начиная с подготовки материала до завершающей обработки, мастер тратит год. Повторить в точности невозможно, об этом позаботилась сама природа. Мастер же заботится о том, чтобы не испортить естественной красоты. А другой ремесленник Вера трепетно относится к набивным льняным игрушкам. Традиционное для России войлоковаляние сегодня, можно сказать, возрождается. Галина уверяет, что освоить дело может даже ребенок. Вот я начинала с обуви, и пока она меня не отпускает. Хотя это самый тяжелый процесс валяния, самый тяжелый изделий. Там просто надо физическую силу, нормальную такую, и время много. Ну и сам процесс, он технологический, непростой. Несмотря на сложность изготовления изделий, возрождение многих техник, мастера находят для этого и время, и ресурсы. Но им сложно найти своего покупателя. А на таких ярмарках можно не только реализовать продукцию, но и найти единомышленников, чтобы перенять опыт и зарядиться вдохновением. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Предприниматели края исполнят мечты 160 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Владельцы различных компаний региона стали участниками краевой елки желаний. Но для них эта благотворительная акция прошла в рамках шестого делового нового года. Это специальное бизнес-мероприятие для обучения и нетворкинга. Какие подарки купили для детей предпринимателей и чему научились дарители на деловом новом годе, расскажем далее. Взяла розовенький пупс и розовую коляску. Я думаю, девушке понравится. Три года, мне кажется, это такой возраст, когда вот ребенок еще верит в чудо. Для веры в чудо нет возрастных ограничений. Сотни маленьких жителей края написали письма Деду Морозу в рамках акции «Елка желаний». Их мечты исполняют представители власти, общественники. Это подарки от предпринимателей. Девочка Саша просила сумочку, но не знала, какую нужную. Поэтому, учитывая, что маленькая модница взяли и на торжественные мероприятия, и на повседневные, и еще одно, у девочки должно быть много таких богатств. Исполнители желаний знали о детях немного. Имя, возраст и подарок. А еще, что волшебство ребенку очень нужно. Дети, чьи желания вытянули предприниматели, находятся в социальных учреждениях. Причины этому разные. Сгорел дом, родители в больнице или малыши изъяли органы опеки. Чтобы и для них наступил Новый год, предприниматели края купили им 155 подарков. Еще 5 подарков приобрели в рамках федеральной акции «Елка желаний», которую курирует движение первых. Костюм спортивный «Адидас». С этим у нас сложности возникли найти. И робот-трансформер. Я, если честно, брала то, что я взяла бы своему сыну. Как бы я его хотела нарядить, так и покупала. Хотелось бы внести радость, какую-то частичку своего материнства этому ребенку. «Елки желания» для предпринимателей второй год. Ее проводят в рамках делового Нового года, который уже в шестой раз организует компания «Сисорт». Это специальное бизнес-мероприятие, в котором сочетают нетворкинг и образование. Направлено на выстраивание своей стратегии на следующий год. А это мероприятие, оно позволяет увидеть тренды, оно позволяет увидеть какие-то новые веяния, которые позволят предприятию, особенно малому бизнесу, что очень важно, участвовать и быть эффективным. Есть еще рамка власти, которая показывает свое развитие дополнительное именно территории Алтайского края. Среди других выступающих были эксперты, футурологи, представители Сколково. Обсуждая развитие сферы в 2024-м, большое внимание уделили освоению бизнесом искусственного интеллекта. Некоторые алтайские предприниматели поделились своим опытом, знания тут же отрабатывали в группах. Организаторам делового Нового года важно, чтобы бизнес получил конкретные рабочие инструменты. Это прям бездна, вот бездна уже применения искусственного интеллекта. И маркетинг, и продажи, и управление предприятиями, и HR. Благотворительная составляющая у бизнес-встреч была всегда. Раньше собирали взносы на лечение детей или покупку техники для юных талантов. А с прошлой зимы предприниматели приносят подарки. Когда ты понимаешь, что ты исполнил чью-то мечту, хоть и мосюсенькую, но тем не менее, это вообще здорово. В этом году к акции присоединилось много общественных и промышленных предприятий. А некоторые участники решили не просто купить подарок, но и отвезти его. Мне очень затронула история ребенка. До глубочайшей души, я прям до слез даже. И мы прям с таким восторгом, с Артемом, с сыном моим, собирали эти игрушки по магазину, вечером после работы. Ну это было прям... и хотим доставить его сами. Все подарки обязательно передадут адресатам до конца года, чтобы праздник наступил для всех детей без исключения. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok